Ну что, как жилить распространение? Боимся. Это лето жители Егоревского района запомнят надолго. Десять дней назад огонь уничтожил лес на площади в 5000 гектаров, сейчас уже почти в шесть. И стихия не унимается. Только за последние сутки самолет-амфибия произвел уже больше 18 сбросов воды. На земле пожар пытаются остановить несколько сотен огнеборцев, но на оперативном штабе губернаторам принято решение просить подкрепления. Ситуация хоть и находится под контролем, поддержка не помешает. Игоревский. И пошел кузову в 36-й, 31-й. Силы и средства задействуют даже из других регионов. Так, из Ханты-Мансийского автономного округа в наш регион прибудут 30 пожарных десантников. А пока сформированы экипажи ДПС, доставлена спецтехника из Михайловского и Куринского районов края. Проведена подготовка на случай эвакуации. Сейчас, утверждают специалисты, угрозы населенным пунктам нет. В первые сутки после начала возгорания перевезли в соцучреждение Рубцовска только пациентов и сотрудников местного противотуберкулезного диспансера и детского психоневрологического интерната. Эвакуацию проводили ночью, но говорят, что все прошло спокойно. Первая эвакуация проводилась 8 июня, то есть в такой же ситуации. Ну, на сегодняшний день все, то есть персонал уже знал свои обязанности и никаких недоразумений не было. Что-то приходится подвозить, потому что порядка 140 человек пришлось переместить. Что-то приходится подвозить. Ну, то есть там налажено уже все и питание, и проживание. На всякий пожарный для жителей нескольких сел в Новоегорьевском развернули пункт временного размещения. О возможных рисках население предупреждают с помощью смс-рассылки. Вопрос обеспечения сотовой связью стал ключевым на встрече губернатора с местными жителями. Люди обращались также с просьбами решить вопрос с охраной леса и проблему с водопроводом. Вы этот списочек составьте, этих всех вопросов, которые надо решать, и мы по ним поработаем. Ну вот, связи нет. А что была связь когда-то? Не было. Ну ее и не было. То есть когда-то она придет. То, что есть у вас вопросы, это хорошо, но только их мы запишем, систематизируем, и по каждому из них работа будет организована. Что-то решить можно, наверное, довольно быстро. На что-то потребуется время. И поручение всем ведомствам дам заниматься по всем направлениям. А между тем, по информации Краевого управления МВД, причиной крупной лесной трагедии мог стать поджог. Возбуждено уголовное дело. Мы будем следить за развитием ситуации в зоне бедствия. Елена Макаренко. День с толком.